Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Антоха Игроед. И сегодня в разделе «Что обещают вы?» мы будем рассматривать игру, возможно, даже слишком поспешно. Но я просто не мог пройти мимо данного проекта, и вы сейчас всё поймёте. Впрочем, многими так уже всё понятно, потому что название рассматриваемой игры уже указано в названии данного ролика. И говорить мы будем об очень интересном и амбициозном проекте, а именно об игре «Терминатор Лос-Анджелес Резистанс». Ну, или «Сопротивление Лос-Анджелеса», если на русский язык переводить. Для многих не секрет, что Антоха Игроед является убеждённым поклонником франшизы «Терминатор», поэтому я, разумеется, не смог пройти мимо анонса проекта со столь амбициозным названием. Возможно, мой обзор будет слегка преждевременным, и автор вряд ли доведёт игру до конца. Впрочем, об этом опасении я ещё скажу ближе к концу видео, но я всё равно не могу молчать о том, что существует данный проект. Итак, информацию об игре я почерпнул на ресурсе под названием «Терминатор Фанс». И, по сути, всё, что я вам сейчас расскажу, будет переводом интервью с данного ресурса. Для тех, кто силён в английском и спешит сам во всём разобраться, я, разумеется, оставлю все необходимые ссылочки в описании. Я уже неоднократно сетовал на то, что по «Терминатору» нет достойных видеоигр, и не планируется в ближайшем обозримом будущем. Как и следовало ожидать, я далеко не один такой, и вот у кого-то кончилось терпение, и он взял ситуацию в свои руки. Зовут этого отчаянного смельчака Джеймс Таун, и проживает он в Соединённых Штатах Америки. Именно он решился создать видеоигру по вселенной «Терминаторов» в сеттинге оригинальной диалогии Джеймса Кэмерона. Видео и фотоматериала по данному проекту крайне мало, так что я неоднократно покажу вам одни и те же картинки. Ну, не обижайтесь. Джеймс Таун является убеждённым поклонником франшизы «Терминатор» и по совместительству графическим дизайнером. У него есть страничка на ArtStation, так что все заинтересовавшиеся могут перейти по нужной ссылочке в описании. Долгое время Джеймс оттачивал свои навыки в 3D-моделировании, пока не решил создать что-то более грандиозное, чем статичные модели. Можно смело сказать, что игру делает один человек. Впрочем, Джеймс полностью открыт к сотрудничеству и ищет готовых помочь ему людей. Движком для будущей игры был выбран Unreal Engine в силу его доступности и простоты интерфейса. Жанр будущей игры — шутер от первого лица. Что лично у меня вызывает некоторые опасения, о которых я уже неоднократно высказывался вот в этом видео. Судя по всему, нам предстоит сыграть за солдата техкома и попытаться выжить в ужасающем противостоянии между людьми и машинами, разворачивающимися на полях сражений постъядерного будущего. Помимо этого, автор также не исключает некоторые игровые флешбеки и элементы геймплея в разных временных ветках. Но в основном, конечно же, останется суровый шутер в будущем. На момент написания этого текста Джеймс еще думал над тем, какой именно это будет шутер а-ля Doom «Беги стреляй и вали врагов пачками» или же более суровый, приближенный к реальности с элементами выживания и мрачного хоррора. Лично я очень надеюсь, что победит второй вариант, потому что залихватская стрельба по полщищам терминаторов ну никак не вписывается в лор самого терминатора. Игра разрабатывается только на ПК-платформе, потому что это наиболее приемлемый вариант. Ведь только на ПК можно будет распространять игру полностью бесплатно, а в случае с ее портом на консоль уже необходима лицензия. Так что все поклонники терминаторов вполне рискуют получить фанатский шутер совершенно бесплатно. Ведь при такой модели распространения никто не может запретить автору делать игру в данной вселенной. Ведь проект не преследует цель получения коммерческой выгоды, и это очень хорошие новости. Ну а дальше Джеймс просто взрывает мой мозг, обещая, внимание, нелинейный мир. И это действительно звучит очень круто, и по словам автора, он хочет попытаться создать каждый уровень как миниатюрную песочницу. Не самую большую, так как он работает один, но все же дающую максимум свободы игроку, чтобы игрок мог попытаться применить различные стили прохождения, да и просто как следует погрузиться в атмосферу любимой вселенной. Значит ли это, что в игре не будет коридоров? Да конечно же нет. Так или иначе, нас все равно будут ждать небольшие бункеры и брошенные подвалы, так что элемент коридорной игры в принципе никуда не денется. И тут невольно на ум приходит недавно вышедшее «Метро Исход». Судя по интервью с автором, он как раз хочет создать нечто подобное, только в более скромном масштабе. Дорогие друзья, если вам так же, как и мне, интересен мир Терминатора как постапокалиптический мир, то настоятельно рекомендую заглянуть в группу ВКонтакте, которая называется «Постапокалиптик Ньюз». Ведь именно в этой группе вы найдете свежие новости относительно всех игр, которые выходят в жанре постапокалипсиса. От ААА класса, так и до небольших инди-разработок. Ну и конечно же, душевное общение с вашими единомышленниками. Группа «Постапокалиптик Ньюз». Ссылочку я положу в описании. А теперь давайте поговорим о том, за кого же нам придется играть. Ну, если игра увидит свет, разумеется. И вот тут все поклонники оригинальной дилогии должны быть довольны. Потому что нам, разумеется, дадут поиграть за Кайла Риза. Задолго до того момента, как остатки человечества будут близки к победе. Возможно, мы увидим множество интересных и трагических событий, которые произойдут на его глазах. Но тут не стоит питать особых иллюзий, потому что это все-таки фанатское творчество, а не каноничный сценарий от источников близких к студии или Каймерону лично. Если с персоной Кайла Риза в данной игре все, ну, более-менее ясно, то вот еще одним играбельным персонажем вполне может стать загадочная девушка-боец, известная всем поклонникам, читавшим книжную адаптацию первого Терминатора, как Капрал Ферра. И вот это действительно интересно. Очень надеюсь, что Джеймс Таун уделит ее персоне больше внимания, ведь нам по фильму она известна лишь как девушка-боец, которую разнесет на куски залпом плазменной пушки, выпущенной из громадного танка. А в случае с игрой мы можем больше узнать о ее жизни и, возможно, получить оригинальный взгляд на Кайла Риза, ведь так мы сможем наблюдать его как бы со стороны. В любом случае, драматизма в данном персонаже, ну, в принципе, предостаточно, ведь все мы знаем, чем это кончится. Относительно сценарной составляющей игры, автор все держит в тайне. На данный момент он полностью сосредоточен на написании функционала и симуляции боевых действий в условиях постъядерных руин. К тому же, автор очень бережно относится к канону, ну, в частности, к новелизациям первых двух частей. Поэтому, скорее всего, события игры будут разворачиваться задолго до решающей атаки людей на бункер Скайнета и временным скачкам. Относительно того вида, в котором история будет подаваться в самой игре, то, скорее всего, мы получим вот такие простенькие диалоговые окна, которые значительно упростят задачу разработчика, ведь при подобном варианте ему не придется заморачиваться за лицевую анимацию и за создание отдельных моделей для каждого персонажа. Достаточно незатейливой картинки в стилистике видеофонов из фантастики 80-х-90-х годов с этим вот характерным синевато-стальным фоном и характерными помехами. Также стоит отметить, что автор особенно бережно старается воссоздать руины Лос-Анджелеса именно в цветовом и настроенческом решении оригинальной диалогии. Впрочем, это и так было понятно по тизер-трейлеру, фрагменты которого я уже неоднократно засветил в своем видео. С одной стороны, это действительно круто, с другой же, ну, я вижу в этом легкую спекуляцию на эмоциях преданных поклонников и очень хочу думать, что уровни все-таки будут обладать какой-то отдельной собственной уникальностью, а не прямым копированием того, что мы все и так видели в фильме. Ну и от себя добавлю пару замечаний относительно оружия в игре. Отдавая дань оригинальной диалогии, судя по всему, оружие у нас не будет иметь особый футуристический вид. Это будет обычное огнестрельное оружие, стреляющее все теми же пресловутыми фиолетовыми трассерами, которые мы с вами называем плазмой. Так что это нормально. Напомню, что в одной из первых игр по Терминатору мы вообще разносили железя к обычным огнестрелам. Ну, я, разумеется, говорю об игре Future Shock. Ну, а кому интересно, то теорию использования и внешнего вида плазменного оружия во вселенной Терминатора я разбирал вот в этом видео. Ссылочку на него я тоже положу в описании. К слову, при всех минусах фильма Терминатор Генезис, именно там плазменное оружие выглядело максимально реалистично относительно всех современных теорий того, как плазменное оружие может выглядеть и как именно будет использоваться плазма как поражающий элемент в стрелковом оружии. И пробоины от него оставались тоже не противоречащие современным познаниям. В грядущей игре же, похоже, мы будем бегать с плазменным УЗИ, ну или чем-то подобным, если вообще так можно выразиться. Ну и всему таком, подобным в этом духе. Напомню, что в самом первом Терминаторе в руках у Кайла Риза реально существующая штурмовая винтовка со схемой компоновки Bullpup. Это Walmit M82A, которая попала в фильм благодаря своему футуристичному виду, ну, на тот момент. Так что в аспекте оружия все условности кинофраншизы, похоже, будут сохранены в полной мере. Но вопрос о том, какие же виды Терминаторов будут противостоять нашим героям, автор отвечает, что на данный момент есть лишь летающий охотник-убийца, ну, разумеется, танк-охотник-убийца, и легендарный Т-800, лишенный кожного покрова. Возможно, мы также увидим паукообразного Центуриона, из ранних набросков Кэмерона, который так и не был показан в оригинальной дилогии, и на дизайне которого немного поспекулировал Терминатор Генезис. Относительно того, увидим ли мы легендарного Терминатора Т-800 101 модели, ну, той самой со внешностью Арнольда, автор пока дает размытый ответ, впрочем, оговаривается, что для проекта уже готова качественная модель головы именно этого Терминатора. Так что тут дело ясное, что дело темное. Также пока под большим вопросом остается появление персонажа Сары Коннор, и автор не уверен, как именно можно было бы показать ее в сюжетной линии грядущей игры. Хм, значит, он все-таки есть. Ну, сюжет, раз сюжетная линия, чтобы там Джеймс не говорил. Впрочем, напоминаю, что по книгам Сара Коннор принимала активное участие в войне с машинами и погибла незадолго до того, как был уничтожен сам Скайник, прикрывая эвакуацию раненых с одного из объектов сопротивления, подвергшегося атаке машин. Также пока что автор не решил, будет ли он вводить в игру непосредственно персонажа Джона Коннора. Разработчик мыслит очень оригинальной концепцией, видя в образе Коннора не только бравого вояка, взрывающего машины направо-налево, но еще и мрачного воина-философа, по ощущениям и восприятиям, схожим с полковником Курцем в исполнении Марлона Брандо из культового фильма «Апокалипсис наших дней». И от этой концепции прямо мурашки проходят по телу. И становится действительно страшно. Страшно за то, что автор может не справиться со столь глубокой концепцией. Может быть действительно в этот раз в игре лучше обойтись без Джона Коннора? Ну и завершая блок про обещанных моделей персонажей, также хочется сказать, что не исключено, что мы увидим Терминаторов Т-600. Но не из видоизмененной временной ветки фильма «Терминатор да придет спаситель», дизайн которых не нравится автору игры. А именно таких, каких подразумевал Кайл Рис из оригинальной дилогии, говоря о том, что кожа у них была резиновая и их быстро вычислили. Сам же Джеймс заявляет, что 600-ки всегда виделись ему сродни синтетикам из игры Alien Isolation, такими грубыми болванками, покрытыми грубой резиновой кожей, стандартного цвета и с абсолютно невыразительными глазами. Ну что ж, лично мне нравится временная ветка Сальвейшена, но раз игра посвящена оригинальной дилогии, не вижу ничего страшного в более простых Терминаторах. Лишь бы боевой интеллект у них был явно слабее, чем у 800-й серии, ну чтоб они выразительно отличались. Также совершенно точно известно, что в планах разработчика показать укрепленные бункеры машин и, возможно, даже центральное ядро. Относительно того, как же все это должно выглядеть в визуальном плане, автор пока не дает точных ответов, но однозначно говорит о том, что ему не понравилось, как было показано база Скайнет в Сальвейшене. Уж слишком, на его взгляд, она была очеловечена, как по интерфейсам, так и по планировке. Джеймс Таун видит внутреннее убранство базы Скайнет как нечто более абстрактное, и пояснения к этой фразе он не дает. Ну что ж, вот все, что именно обещает нам разработчик в игре Терминатор Los Angeles Resistance. Релиз готовой игры автор смело планирует на 2020 год. Что ж, я, конечно, не игродел, но, наблюдая за несколькими проектами, которые сейчас делает один человек или небольшой коллектив, могу сказать, что заявление более чем самоуверенное, особенно учитывая то, что у разработчика пока нет даже геймплейного демо, не считая вот этого маленького фрагмента. Ну и то это скорее просто анимация, сделанная на движке игры. Геймплейное видео автор обещает выложить уже в середине 2019 года. Сами понимаете, звучит все, ну, скажем, прямо немножечко сомнительно. Я про сроки. С другой стороны, если разработчик найдет себе в команду единомышленников, столь же сильно увлеченных данным проектом, не исключено, что все у него получится. Лично мне бы очень хотелось, чтобы проект получился, потому что никаких других игр по нашей любимой франшизе не предвидится на горизонте во всем обозримом будущем. Единственное, мое, пожалуй, главное опасение, чтобы Терминатор Лос-Анджелес Резинстанс не стал тупым мясным шутером, где Кайл Рис или Капрал Ферра будут уничтожать Терминаторов десятками, потому что, как я это неоднократно говорил, это полностью разрушит атмосферу и лор данной вселенной. Ну а с вами был Антоха Играет, обязательно оставьте свое мнение в комментарии, ну и подпишитесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Все необходимые ссылки на автора игры Терминатор Лос-Анджелес Резинстанс вы найдете в описании. До новых встреч, пока-пока! Терминатор Лос-Анджелес Резинстанс